Ну что, друзья, от Колизея мы направились к дому Джульетты. И вот по этой улочке нам идти все время прямо-прямо. Справа и слева красивые такие домики. Типичные итальянские улочки узенькие. И слева тоже такие узенькие улочки. Здесь, кстати, по узким улочкам разные кафе, рестораны, бутики расположены. Такие магазины тоже современные. Хотя здания красивые такие, старинные. Машины, правда, ездят, мешают. Я заметила, они любят на столы стелить красные скатерти. Мой любимый цвет. Здесь узкая улочка просто битком туристов. Просто битком. И тут написано дом Джульетты. Мы снова стоим в очереди. И здесь хотим потом поесть мороженку прям с живыми ягодками. Вот, стоим в очередь в этот дом, где жила Джульетта. В Колизе простояли больше полчаса. Здесь, наверное, еще больше простоим. Магазин называется Ромет Джульетта, а мороженое Винчи. Вон, видите, справа балкончик. Там якобы жила Джульетта. Сейчас пары там фотографируются. Так, ну что, вот такой дворик. С пятиэтажным зданием. С пустой растительностью. Такой оградой. И вот этот балкон Джульетты. Такая мостовая здесь внутри. Я встала напротив здания, чтобы снять все здания. Там стоит бронзовый памятник Джульетте, но я не могу никак пробраться туда, потому что народу, как вы видите, очень много. А вот раз я по видео видела здесь, кричали, «Джульетта! Джульетта!» И вышла уборщица со шваброй. И так посмотрела на всех. Грустно. Вот так что. Цель для тамачада. Тут мороженое едим. Я уже спела, надо было показать вам. Вот такое мы ели. Сейчас мороженое. Тут разные всякие есть. Вкусняки. И есть вот сладости тоже. Компеты, напитки. Мы здесь теперь гуляем. Недалеко от дома Ромео и Джульетты. И перед нами открывается такая площадь. Очень много туристов, конечно. С такой башней. И с той стороны тоже башни. Как я уже говорила, здесь очень много всяких вот таких статуй. Красивая улица. Здание полосатое. Балконы. Тут, похоже, живут люди. Балконы украшены, потому что ставни. Посмотрите, какие древние. В Германии тоже старых домах живут люди. В эту сторону тоже, похоже, живут люди. Очень любят цветы. Красиво. Здесь попали на базар 4,50 такие коктейли и всякие разные крупные овощи продают. Вкусняхи. Очень все свежие, красивые, сочные. Пиноккио. Какая же Италия без пиноккио? Конечно. Ручки, карандаши, игрушки, брелочки и маски. Маски по 7 евро, поменьше по 5 евро. Такие вот киноккио по 3 евро. В общем, цены разные. Мыло душистое, натуральное. Чего тут только нет. Перья, картины, украшения, сладости, косынки, посуда красивая. Как в бибионы была. Разные всякие маски со своей историей. Это все здесь на площади проходит. Видите? Вот. Есть тоже разные всякие украшения, натуральные и просто украшения. Платье, боски. И разные модные сумки кожаные и искусственная кожа. Шли-шли, уперлись в такой красивый фонтан, где все фотографируются. И здесь тоже сумки, очки. Все как сейчас модно. Подражают в итальянской моде. Крылатый лев. Как мы видели в Венеции. И часовня опять, башня. Так нравятся эти балкончики. Так, я купила шляпу и вышла с центра. Теперь направляемся вот сюда. Проходим опять переулочки, магазины. Тут все как-то одно и то же. Есть магазины мужской одежды. Есть магазины женской одежды. Все это фирменные вещи. И поэтому очень-очень дорого стоит каждая вещь. Посмотрите, как красиво. Супер. А мне так нравятся вот такие балконы. Они все похожи на балкон Джульетты. Такие ворота, арка и итальянская музыка. Я смотрю. Я смотрю. Вся улица в римских постройках. А здесь я не знаю, кто это такой. Альбердо Аливерди. Смотрите, какие решетки на зданиях. А там еще бюсты. Сверху. Вышли в супермаркет. Тут так прохладно. Много вкусняшек. Сейчас что-нибудь купим себе поесть. Потому что здесь у нас нет кухни, где мы живем. Вот. Ну, есть. Зато, как и машина. Так что, посмотрим, что здесь есть. Тут рыбка. Мясо всякое. Тушеное уже мясо, я имею в виду. Подсолнечное масло 3,19. Ну и прочие вещи. Там уже холодильники. Ну и все, мои хорошие. Мы зашли в магазин, купили поесть. И я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok